Айца остальных воинов. Они были словно мухи, летавшие вокруг Линлой. Его силы в финальной драконьей форме было достаточно, чтобы он не испытывал страха ни перед кем, кто не достиг святого уровня. Даже большинства воинов девятого ранга будет недостаточно, чтобы заставить Линлой отступить. Клайд, умри. На этот раз Линлой не стал использовать свой меч. Своей правой рукой он яростно и злобно выстрелил в сторону шеи Клайда. Сейчас он хотел разорвать его собственными руками. Акх. Блокируя удар, Клайд отлетел от Линлой на высокой скорости, вновь врезаясь в тот искусственно созданный холм. Но одним движением ноги, Линлой вновь оказался прямо перед ним. На этот раз его острые когти полетели прямо в сторону глаз Клайда. Отец, мать, я наконец-то отомщу за вас. Сердце Линлой трепетало, и он с огромной силой начал опускать свою когтистую руку вниз. Сейчас Клайд был полностью беззащитным перед Линлой, словно беззубое безобидное маленькое животное. Глаза Клайда были переполнены ужасом и недоверием. Омммм. С неба вдруг начали исходить странные вибрации. В мгновение ока, они со всех сторон окружили Линлой, заставляя его чувствовать себя, словно он оказался погружен в зыбучие пески. Все его тело было будто сковано, после чего он даже не мог нормально пошевелить своим когтями на руки. А ведь цель была так близко, еще бы чуть-чуть, чуть-чуть приложенный к когтям силой Линлой смог разорвать шею Клайду. Но прямо сейчас он попросту не мог пошевелиться. Клайд был на миг ошеломлен, но почти сразу на его лице появилось выражение дикой радости. Ха-ха-ха-ха. Клайд начал хохотать, медленно отступая на несколько шагов и затем поднимая свою голову к нему. Прямо сейчас фигура человека в белых одеждах медленно плыла по небу. И этим человеком был его святейшество, святой император Хайденс. Ваше святейшество, Клайд сразу почтительно поклонился. Все находившиеся поблизости воины, включая Кайзера, были ошеломлены. Но почти сразу придя в себя, они очень уважительно и с почтением поклонились. Ваше святейшество, наивысший авторитет в Святом Союзе, человек с властью, позволяющий свергнуть любого короля. Святой император Хайденс. Святой император зашагал в сторону Линлей. Сразу же, Линлей почувствовал, что смог освободиться из этих зыбучих песков и теперь мог двигаться. Но давление от взгляда святого императора вызывало в его сердце трепет. Ваше святейшество. Почти сразу же за его спиной показались два кардинала с несколькими судебными исполнителями церковного трибунала. Язычник. Увидев полную драконию форму Линлей, Гильермо был первым, кто изменился в лице и нарушил тишину. Святой император Хайденс спокойно взглянул на Гильермо. И тот мгновенно замолчал, не решаясь больше издать ни звука. Прочь с дороги. Прорычал Линлей, после чего святой император Хайденс удивленно посмотрел на него. Несмотря на то, что он ослаб от силы моего присутствия, он все еще хочет сопротивляться. Хайденс очень хорошо понимал, что сила его присутствия еще более могущественная, чем у большинства воителей святого уровня. Ведь, в конце концов, он был не только на пике святого уровня, а еще и обладал несколькими очень ценными сокровищами сияющей церкви. Арестовать спокойно произнес Хайденс. Свист. Вдруг Линлей превратился в размытое пятно и вновь ринулся в сторону Клайда, пытаясь дотянуться до него своим словно стальной кнут хвостом. Без сомнения, ужасающей силы хвоста Линлей было достаточно, чтобы он мог убить Клайда с одного удара. Хайденс быстро среагировал и сделал взмах правой рукой. Бам! Тело Линлей отправилось в далекий полет, приземлившись в искусственно созданный холм. От столкновения, каменистый холм наполовину разлетелся в дребезги, а все тело Линлей начало окрашиваться в красный. Всего одним ударом, его прочные чешуйки были раздроблены и из образовавшихся в них трещин начала просачиваться кровь. Хайденс взглянул на Гильермо. Гильермо сразу понял, чего от него хотел Хайденс. Поэтому, обращаясь к судебным исполнителям церковного трибунала, он крикнул «Схватить этого демона и увезти». Мгновенно, четыре исполнителя устремились к Линлей. Босс! В голове Линлей раздался голос Биби. Линлей сейчас упирался одним коленом в землю, а из его рта лилась кровь. Биби! Уходи, уходи сейчас же! Пока они тебя не заметили, уходи! Я не брошу тебя! Сейчас Биби находился за углом одной из глыб и по-прежнему мысленно продолжал разговаривать с Линлей. Нет, с тех самых пор, как прибыл Святой Император, у нас больше не осталось шансов. Но он, кажется, не обратил на тебя внимания, поэтому у тебя все еще есть шанс ускользнуть. Биби, уходи! Я должен убить Клайда! Даже если я умру, то задача по убийству Клайда ложится на твои плечи, поэтому ты должен выжить. Но если даже тебя поймают, то надежды больше не будет. Босс! Уходи! Или даже умерев, я не прощу тебя! Мысленно взревел Линлей. Затаившись за углом той глыбы, Биби смотрел на Линлей. В его маленьких глазках читалась ярость, горе и нежелание уходить. Уходи! В ярости Линлей мысленно взвыл. Прямо сейчас четыре исполнителя уже подошли к Линлей и протягивали свои руки, чтобы схватить его. Но стоя на одном колене, Линлей вдруг резко поднялся на ноги, словно дикий зверь из засады. Свист! Вновь вспыхнул фиолетовый свет. Каждый из той четверки исполнителей был разрезан пополам в районе талии. Умри! Взревел Линлей, вновь кинувшись в сторону Клайда. Выражение лица Клайда резко изменилось. Даже если я умру, я убью тебя! Линлей яростно взвыл. ХМПФ! Высокомерно фыркнув, глаза святого императора Хайденса холодно блеснули. Его правая рука вновь взмахнула в сторону несущегося Линлей. Как вдруг из ниоткуда появилась ужасающая могущественная сила, окружившая Линлей со всех сторон и начавшая сильно сдавливать. Линлей почувствовал, словно огромная гора водрузилась на его плечи. Хлоп! Линлей врезался в землю. Хруст! Линлей почувствовал, что одновременно в десяти разных местах его кости были мгновенно переломлены. Валясь на земле, он был практически полностью парализованным. Независимо от того, насколько ты силен, никто не сможет продолжать активность со столькими переломами. Уведите его, вновь отдал приказ Гильермо. Босс! Видя плачевное состояние Линлей, по его шерсти из глаз покатились струйки слез. Лежа на земле, Линлей был практически полностью парализованным. Множество костей на его руках, ногах, ребрах были раздроблены или просто переломлены. Он не мог двигаться. Его черные чешуйки были не в лучшем состоянии и практически из-под каждой просачивалась алого цвета кровь. Босс! Уходи! Бебе! Уходи! Линлей продолжал мысленно яростно реветь. Несколько исполнителей церковного трибунала подняли Линлей. И возможно из-за того, что они только что увидели, как Линлей убил четырех их товарищей, они не проявили жалости и тащили его по земле, не обращая внимания на его раны. Такой метод транспортировки заставил тело Линлей испытывать адские боли. Во время того, как его тащили, Линлей не спускал своего взгляда с Клайда. Ха-ха, ха-ха. Клайд вдруг снова рассмеялся. Глядя на Клайда своими леденящими душу темно-золотистыми глазами, Линлей яростно взревел. Если я не убью тебя, я не успокоюсь. Даже после смерти я не приму этого. Голос Линлей заставил сердце Бебе сжаться. Услышав эти слова, от страха, сердце Клайда невольно задрожало. Я, я не приму этого. Из глаз Линлей начали каскадом стекать вниз две струйки слез. Он был так близок к победе. Но он так и не сумел убить Клайда. Том 6, глава 32. Безысходное положение в гостинице на улице Зеленый Лист находился еле группа из нескольких людей. Молодой мастер. Его величество подвергся атаке какого-то неизвестного демонического существа в поместье лорда Линлей. Сейчас многие дворцовые воины, а также воины многих знатных кланов отправились на защиту его величества, почтительно произнес златовласый мужчина перед ель. Сердце ель екнуло. Ведь он знал, что Линлей собирался убить короля Клайда, и прямо сейчас, кто-то покушается на жизнь его величества. С вероятностью 9 из 10 это дело рук Линлей. Я не удивлюсь, если это так называемое демоническое существо и есть мой третий брат, в ель росло беспокойство. Но ель мог только ждать, у него попросту нет других вариантов. Вскоре после первого донесения поступило еще одно. Молодой мастер ель, то демоническое существо начало настоящую резню. Из поместья лорда Линлей текут реки крови и повсюду валяются горы трупов. Ель был шокирован. Третий брат, ты действительно силен. Но я не уверен, сможешь ли ты в конце концов спастись, ель мог только продолжать ждать. Один доклад за другим продолжали приходить. Молодой мастер ель, фиолетовый меч демонического монстра невероятно сильный. Везде, где проходила фиолетовая вспышка, за ней по пятам шла смерть. В поместье пало бесчисленное множество людей. Большинство дворцовой стражи и множество боевых подразделений были попросту уничтожены. Услышав последний доклад, ель больше не сомневался. Фиолетовый меч, может быть это меч фиолетовой крови? Ель, Рейнольдс и Джордж знали, что у Линлей имеется в наличии божественный меч фиолетовой крови. Через миг, ель вдруг вспомнил. Клан Барух, это же вроде родословная воина в драконии крови. Может ли быть, что Линлей может превращаться в воина драконии крови? Так называемое демоническое существо вполне могло оказаться Линлей после превращения в воина драконии крови. Думая о том, как его любимый брат прямо сейчас участвует в неистовом бою, подвергается нападению тысяч воинов и магических зверей. Ель становился все более обеспокоенным. Третий брат. Кулаки ель то сильно сжимались, то расслаблялись и так минута за минутой. Каждый из присутствующих мог легко ощутить его напряженность. Молодой мастер ель. Появился его святейшество, святой император. Он тяжело ранил демоническое существо и его уже увели к сияющей церкви. Наконец пришел заключительный доклад, после чего лицо ель сильно побледнело. Услышав слова, появился его святейшество, святой император. Ель понял, что дела пошли по самому худшему сценарию. Писк, писк. В комнате гостиницы появилось черное пятно Бебе. Увидев этого призрачного мышонка, ель мгновенно подбежал к нему. Бебе. Где третий брат? Ель отчаянным взглядом посмотрел на Бебе. Прямо сейчас Бебе больше не выглядел прежним веселым и озорным Бебе. Он взглянул на ель и затем грустно понурил голову и издал несколько удрученных скрипов. Ель мог легко ощутить в глазах Бебе ту боль и горе, которую тот сейчас испытывал. Хоть Бебе и был магическим зверем, его интеллект был не ниже, чем у человека. Свист. Тело Бебе вдруг начало мерцать, после чего словно растворилось перед глазами ель. Ель был поражен. Молодой мастер Ель, тихо произнес стоящий неподалеку человек. Возвращаемся. Найдите моего второго дядю. Ель вдруг встал и сразу отдал приказ. В одной из уединенных частных комнат девятого этажа сияющей церкви. Словно умирающая собака, Линлей был вброшен в эту пустую комнату. То, что его заключили в своего рода тюрьму в сияющей церкви, было на самом деле свидетельством того, насколько он высоко ценится сияющей церковью. Сияющая церковь была местом, на которой не смел посягать даже воитель святого уровня. Ах, к этому моменту, каждая из чешуи Клинлей была уже втянута внутрь. Все его тело покрывало местами то свежая, то запекшаяся кровь и можно было легко насчитать с десяток очень хорошо заметных видимых ран. Эти ранения ему нанес святой император Хайденс. Его наружные повреждения были очень тяжелыми, но еще хуже дела обстояли с внутренними. Кости всех четырех конечностей был раздроблены. Стиснув зубы, Линлей, конечно, мог пошевелиться, но все, что он мог, это опереть свою голову на стену. Линлей, Деринг Кауарт вылетел из кольца извивающегося дракона. Глядя на Линлей, в его глазах читалось нежность и в то же время чувство беспомощности. Дедушка Деринг, Линлей взглянул на Деринга Кауарта. Деринг Кауарт вздохнул и мысленно произнес. Линлей, ты сожалеешь? Сожалею. Линлей отрицательно покачал головой. Нет, зачем мне сожалеть? У меня было только два желания. Во-первых, вернуть былую славу моему клану и во-вторых, через упорные тренировки достичь пика возможной силы. Но если я не отомщу, то попросту даже не смогу спать спокойно. Я буду страдать всю свою жизнь. Деринг Кауарт кивнул. Он мог понять в каком ментальном состоянии находится Линлей. Я проиграл. Ха-ха, проиграл. Линлей рассмеялся, что причинило ему еще больше боли. Прямо сейчас, скорее всего, его мог бы растоптать даже обычный человек. Он проиграл. Как только появился святой император, Линлей уже знал. Он проиграл. И под проигрышем подразумевалась смерть. Линлей уже давно смирился с этим. В этом жестоком мире люди погибают ежедневно. Линлей не верил, что он также никогда и не умрет. Линлей, высока вероятность, что ты не умрешь, произнес Деринг. Что? Линлей вопросительно посмотрел на Деринга. Деринг Кауарт спокойно рассмеялся. Если бы святой император хотел тебя убить, то он бы сделал это сразу. Или же ты думаешь, что если бы он атаковал тебя серьезно, то ты до сих пор был бы жив? К тому же ты не учел один факт ценность короля для сияющей церкви гораздо ниже, чем твоя. Линлей мог понять такую логику. Второй величайший гений маг за всю историю, кто-то, кто наверняка станет великим магом святого уровня. А теперь, святой император обнаружил, что ты еще и воин драконьей крови. Воины драконьей крови относятся к одному из родов четырех верховных воинов. Взойдя на святой уровень, ты безусловно станешь одним из сильнейших воителей святого уровня. Даже с точки зрения силы атаки, ты безусловно будешь не хуже, чем святой император. Уверенно подытожил Деринг Кауарт, верховные воины были пугающе сильны. Большинству людей, только взойдя на святой уровень, придется продвигаться с так называемой ранней ступени до средней ступени и в конечном итоге до пика. Но при прорыве верховным воинам на святой уровень, особенно если взять в учет трансформацию в драконию форму, такой воитель будет несомненно сразу находиться на пике святого уровня. И даже среди пиковых воителей святого уровня, верховные воины вероятнее всего будут одними из самых могущественных. Такого гения как ты Хайденс попросту будет не готов убить, я просто не вижу никаких других вариантов. Закончив свою речь, Деринг Кауарт вернулся обратно в кольцо извивающегося дракона. Сердце Линлэй пребывало в спокойствии. Жизнь, смерть, единственное, что Линлэй сейчас действительно заботила, это его месть. Я боюсь, что даже если Хайденс пощадит меня, то определенно не позволит мне убить Клайда. Линлэй хорошо понимал, что не сумев сегодня убить Клайда, в будущем это будет сделать невероятно трудно. Если Линлэй не сможет убить Клайда, то его сердце так и не обретет покой. Кто знает, когда я таки смогу свершить свою месть. Линлэй сейчас чувствовал себя невероятно беспомощным. Верхний этаж сияющей церкви. Святой император Хайденс спокойно сидел на своем обычном месте. Гильермо смотрел на святого императора с выражением шока. Ваше святейшество, этот демон, это Линлэй. Но-но. Гильермо потрясла эта новость до глубины души. Это не демон, это воин драконьей крови. Спокойно смотря на Гильермо, на повышенных тонах произнес Хайденс. Гильермо был шокирован, но потом он быстро вспомнил. Верно, клан Барух является кланом воинов драконьей крови. Но уже прошло более тысячи лет с тех пор, как в их роду последний раз появлялся воин драконьей крови. Это просто невообразимо. Линлэй в самом деле. Ваше святейшество, это была трансформация в воина драконьей крови? Вспоминая, как ужасающе выглядел Линлэй. Сердце Гильермо начинало трепетать. Возможно, мутировавшая версия. Но да, это определенно была трансформация в воина драконьей крови. В ином случае, как он мог так быстро развить свою силу? Спокойно ответил Хайденс. Потенциал Линлэй слишком огромен. Хотя в этот раз его проступок был очень серьезным. Сейчас мало кто знает, что тем демоном на самом деле был Линлэй. Гильермо мгновенно понял, что имел в виду Хайденс. Потенциал Линлэй слишком огромен. Гильермо про себя вздохнул. Потенциал Линлэй был действительно крайне ужасающим. Его потенциал невероятен не только с точки зрения мага. Он также был полноценным верховным воином. В обоих аспектах он был ужасающим человеком. Если такой человек останется на стороне Сияющей Церкви, через несколько десятилетий Сияющая Церковь определенно взрастит пикового воителя святого уровня. Ваши святейшества, вы правы. Остальные думают, что это был какой-то демон. Помимо тех исполнителей, что притащили Линлэй сюда, больше никто не знает, что этот демон и есть Линлэй, почтительно произнес Гильермо. Ох, насчет тех четверых, займись ими, холодно сказал Хайденс. Да, ваше святейшество, почтительно сказал Гильермо. Для них будет большой удачей получить возможность вернуться в объятия господа. Гильермо в полголоса продолжил. Верно, ваше святейшество, есть еще один человек, который знает правду о Линлэй. Ты имеешь в виду Клайда? Спокойно ответил Хайденс. Да, ваше святейшество, произнес Гильермо. И затем невзначай, словно задаваясь вопросом. Очевидно, что Линлэй крайне агрессивно настроен против Клайда, иначе в его действиях попросту нет смысла. Ваше святейшество, Клайд является правителем королевства Финлай. Если мы хотим сберечь Линлэй, возможно, нам стоит поговорить с Клайдом? Да, мы должны поговорить с ним. Хайденс слегка улыбался. Мне действительно крайне любопытно, что такого сделал Клайд Линлэй. Поздний вечер. Клайд прибыл на верхний этаж Сияющей Церкви. Ваше святейшество, уважительно поклонился Клайд. Сидя на стуле, святой император Хайденс листал какие-то книги. И даже не взглянув на него, он сказал. Клайд, на твой взгляд, кто более важен для Святого Союза, ты или Линлэй? Сердце Клайда ёкнуло. Святой император хочет сохранить жизнь Линлэй. Сердце Клайда начало колотиться быстрее. После этого события он узнал, что отец и мать Линлэй умерли в результате его действий, даже если не от его собственных рук. Поэтому примерно 90% ответственности лежит именно на нем. Если бы в то время Клайд не решил похитить мать Линлэй, то как бы она могла вообще умереть? И затем умер бы отец Линлэй. В память Клайда въелся тот взгляд ненависти и нетерпимости, с которым Линлэй смотрел на него. Даже после того, как Святой Император сильно покалечил его. Линлэй определенно не успокоится, пока не сможет убить меня. Он не должен остаться в живых, сказал себе Клайд. Клайд, все остальные ведь не знают, кто на самом деле был этим демоном. Верно. Хайденс посмотрел на Клайда. Услышав эти слова, Клайд теперь был полностью уверен в намерениях Святого Императора. И собравшись с мыслями поспешно ответил. Ваше Святейшество, Линлэй действительно является невероятным талантом. Я уверен, что он является гением, рождающимся раз в тысячи лет, как маг и как воин. Он абсолютный гений. И я понимаю, почему Ваше Святейшество хочет, чтобы он принес пользу Сияющей Церкви. Но то, что он не будет служить Церкви, уже предопределено. После сказанных Клайдом слов, Хайденс начал хмуриться. Его глаза холодно смотрели на него. Сердце Клайда сразу охватил страх. Но он понимал, что если Линлэй не умрет, то он больше не будет иметь ни минуты покоя. Ваше Святейшество, вы знаете, почему Линлэй хотел убить меня? Поспешно продолжил Клайд. Говори, холодно произнес Хайденс. Клайд сразу продолжил. Ваше Святейшество, причина, по которой Линлэй хочет меня убить, это то, что примерно 12 лет назад я послал людей, чтобы те похитили его мать. А затем, его отец пытался расследовать исчезновение его матери и в результате был убит. Его отец и мать, можно сказать, умерли именно из-за меня. Ненависть на фоне смерти родителей может быть действительно глубокой, кивнул Хайденс. Но, Ваше Святейшество, вы помните ту женщину, что 12 лет назад я подарил вам, Ваше Святейшество? Клайд посмотрел на Хайденса. Ты хочешь мне сказать? Лицо Хайденса резко изменилось. Верно. Эта женщина была матерью Линлэй. Громким голосом сказал Клайд. Ваше Святейшество, если Линлэй останется служить Сияющей Церкви, то со временем, когда его позиция укрепится и положение повысится, он начнет узнавать некоторые секреты Сияющей Церкви. И затем он безусловно догадается, как и почему умерла его мать. Поэтому как это вообще возможно, что он по-прежнему останется верен Сияющей Церкви? Про себя Клайд испустил вздох обличения. Ведь он верит, что с учетом ситуации, Хайденс определенно решит действовать соответствующим образом. Да, потенциал Линлэй непомерно велик. Но чем сильнее он будет становиться, тем большую угрозу он будет представлять Сияющей Церкви после того, как узнает правду. А точнее, его святошеству Хайденсу. Если это так жаль, какая потеря таланта? Хайденс тяжело, но казалось бы равнодушно вздохнул. Том 7. Небо и земля перевернулись, глава 1. Надежда на выживание. Услышав слова, какая потеря таланта, Клайд мысленно ликовал. Ведь он уже понял, какое решение для себя принял Святой Император. Ты свободен, спокойно говоря, Хайденс махнул рукой. Да, ваше святейшество, Клайд почтительно поклонился, и затем повернувшись он покинул верхний этаж Сияющей Церкви. На этаже остался лишь Святой Император Хайденс. Подойдя к окну, он молча смотрел на город Финлай. После долгого периода времени, тук-тук-тук раздался стук в дверь. Войдите, спокойно произнес Хайденс. Человеком, который вошел, был кардинал Гильермо. Гильермо взглянул на стоящего к нему спиной Хайденс. Возможно, почувствовав, что Хайденс пребывал в скверном настроении, он с уважением понизил голос. Ваше святейшество, как мы должны попытаться убедить Линлой? Убедить в этом нет необходимости, спокойно ответил Хайденс. Гильермо невольно подняв голову и изумленно посмотрел на Хайденса. Если они хотят заполучить в свои ряды Линлой, или хотя бы чтобы он был полезен для них в будущем, они должны были как минимум поговорить с ним и попытаться убедить его. В конце концов, ведь Хайденс не только серьезно ранил Линлой. Линлой глубоко ненавидел Клайда и хотел убить его. Гильермо, ты знаешь, кем была мать Линлой? Хайденс повернул голову, чтобы посмотреть на Гильермо. Гильермо был шокирован вопросом и затем с непониманием произнес. Мать Линлой, разве она не умерла во время родов младшего брата Линлой? Нет. Хайденс покачал головой. Когда ты исследовали прошлые Линлой и в частности историю со смертью его матери, ты не докопался до истины. Матерью Линлой является та женщина, которую мы заполучили 12 лет назад. Эта женщина, 12 лет назад, Гильермо мгновенно вспомнил ее, потому что та женщина имела огромное влияние на высших уровнях Сияющей Церкви. Но его мать была убита нами, получается. Гильермо мгновенно понял причину, почему святой император пребывал в таком скверном расположении духа. Такой гений как Линлой был крайне заманчив. Но в будущем, когда Линлой раскроет правду о своей матери, он станет большой угрозой для Сияющей Церкви. Гильермо 28 числа этого месяца аура Сияющего Владыки будет сильнейшей, не так ли? Вдруг поинтересовался Хайденс. Да. Гильермо был слегка озадачен таким построением вопроса Хайденса. Сделайте все необходимые приготовления. В эту ночь, я намерен просить у Сияющего Владыки Божественную Благодать, спокойно сказал Хайденс. Божественная Благодать? Гильермо был потрясен, но он быстро понял замысел Хайденса. Затем Гильермо про себя вздохнул. Святой император скорее всего будет просить Божественную Благодать от имени Линлой. Хотя это и ограничит его будущий потенциал, но учитывая его талант, он по-прежнему сможет стать невероятной фигурой. Но все же это пустая трата таланта. Божественное Благословление в материальном мире являлось проявлением Божественной Силы Сияющего Владыки. Сияющий Владыка был одним из могущественнейших существ всего бытия. За счет поклонения он мог расширить поток своей Божественной Силы и затем полностью очистить душу человека, вынуждая его быть всецело преданным ему. Только человек, который достиг святого уровня и способный после этого кристаллизировать свою душу, сможет противостоять воздействию всего Божественного Крещения. Все остальные определенно не смогут противиться. Но после того, как дух затрагивается Божественным Крещением, в свою очередь будет также затронут и природный талант Линлой. Его будущие достижения, несомненно, будут немного ниже. Какая трата, какая трата таланта, вновь вздохнул Хайденс. Это и было причиной, почему ранее он сказал эти слова перед Клайдом. После того, как он пострадает от Божественного Крещения, в будущем, даже если Линлой узнает о смерти своей матери, он все равно будет верным и преданным Сияющему Владыке. Потому что вера, созданная Божественным Крещением, влидается в саму душу человека. В мгновение ока пролетели 10 дней. Город Финлай пребывал в относительном спокойствии, но множество кланов благородных родов ощущали гнетущую атмосферу. К примеру, Его Величество Король Клайд в последние дни постоянно пребывал в ужасном расположении духа и несколько важных министров, которые попались ему под горячую руку, были казнены. На улице ароматный павильон, позади роскошно украшенной гостиницы, в маленьком неприметном трехэтажном задании собралась группа людей. Ель, Джордж и Рейнольдс были теми людьми. С тех самых пор, как они узнали, что случилось с Линлой, каждый из них не находил себе ни минуты покоя. Ведь они очень хорошо понимали, какую катастрофу накликал на себя Линлой. Он не только открыто напал на короля Клайда и убил более тысячи элитных воинов королевства, он даже вынудил самого святого императора начать действовать. Босс Ель, твои люди не слышали больше никаких вестей о Линлой. Глядя на Ель поинтересовался Джордж, а затем и Рейнольдс с надеждой посмотрел на Ель. Ель отрицательно покачал головой. Их лица сразу приняли нелицеприятные выражения. Они выросли вместе с Линлой. В Академии Эрнст они вместе ели вместе делили дом и сейчас они были словно родные братца. Как они могли спокойно сидеть и ждать возможной казни Линлой? У меня нет никакого способа или средств, чтобы мы могли наладить контакт с элитой сияющей церкви. От беспомощности Ель становился очень нервозным. Подождите еще несколько дней, мой отец должен скоро прибыть. Отец Ель. Манро Менлуа Даусон. Председатель конгломерата Даусон и глава необычайно могущественного клана Даусон. Его богатство могло заставить завидовать четыре великие империи и два величайших союза. Их торговая сеть уже окутала весь континент Юлан и была в состоянии самостоятельно решить экономики чьей нации процветать, а чьей терпеть одни убытки. Каждый из трех величайших торговых союзов обладал огромной властью. Ни два величайших союза, ни четыре великие империи не могли себе позволить открыто враждовать против них. Ведь если так случится, что между торговым союзом и империей завяжется открытый конфликт, первый может устроить настоящий экономический коллапс, уничтожая десятилетия прогресса и вызывая в той области хаос. Босс Ель, ты нам говорил подождать несколько дней еще два дня назад. Если мы продолжим ждать, я боюсь. Рейнольдс время от времени начинал паниковать. Но сейчас не было ничего, что бы мог сделать Ель. К счастью, его отец был вовлечен в какую-то туристическую поездку по одному из близлежащих королевств от Финлай. После того, как об этом узнал Ель, он сразу же связался со своим отцом и попросил его как можно быстрее явиться в город Финлай. Учитывая статус его отца, Хайден скорее всего даже лично поприветствует его. После появления отца Ель, шансы на спасение Линлай экспоненциально вырастут. Молодой мастер, молодой мастер, внутрь вбежал тощий высокий юноша. Молодой мастер, председатель приехал. Отец, от радости, Ель сразу же вскочил на ноги. А в глазах Рейнольдса и Джорджа словно промелькнула искра надежды. Сияющая церковь, вип-зал для приемов важных гостей. Улыбаясь, в зал вошел двухметровый, лысоватый, пухлый мужчина. Этот лысый толстяк был два метра в высоту и невероятно широким в обхвате, что же до его веса, скорее всего он весил от 300 до 400 фунтов. Этим человеком был председатель конгломерата Даусон, Монро Даусон. Из другой двери в зал вошел святой император Хайденс. Хайденс был также почти два метра ростом, но он был довольно худощав. Когда они встали рядом друг с другом, оба высокие, оба лысоватые, только один невероятно толстый, а другой худощавый. Со стороны это представляло довольно интересное зрелище. За спиной Монро Даусона следовали два мужчины среднего возраста. Одним был блондином с холодным ястребиным взглядом, а второй был крепко сложенный и рыжеволосый. Они с торжественным выражением лиц следовали за Монро Даусоном. Можно было не колеблись сказать, что они определенно были воителями девятого ранга. За Хайденсом в свою очередь в красных мантиях следовало два кардинала, мужчина и женщина. Мужчиной был Гильермо, а женщиной Мелина Малина. О, ваше святейшество! Монро с преувеличенно громким голосом попытался поклониться. Тем не менее, из-за его большого живота поклониться было чрезвычайно трудно. Монро, пожалуйста, присаживайтесь, дружелюбно обратился Хайденс. Монро немедленно сел, следом присел и Хайденс. Огромный зад Монро был просто слишком большой. Присаживаясь на большинство стульев, он попросту не мог в них уместиться. К счастью, сияющая церковь заранее подготовила для него специальный стул. Присев на его лице появилась восторженная улыбка и затем он громко рассмеялся. Спасибо, ваше святейшество! В этой поездке я лишь хотел с экскурсией посетить озеро Зеленых Камней, но кто бы мог подумать, что мой сын будет настаивать на том, чтобы я срочно прибыл сюда. Увы, вы должны понимать, что будучи отцом, у меня попросту не осталось другого выбора. Монро, вы действительно избаловали маленького ель? Ель с улыбкой произнес Хайденс. Монро неохотно кивнул. Хе-хе, этот маленький проходимец. Но я от него слышал, что у него в друзьях есть чрезвычайно невероятный брат по имени Линлей. Он не только мастер-скульптор, он оказывается и гений маг, да и к тому же могучий воин. Услышав это, я был под впечатлением. Но исходя из того, что мне рассказал Ель, Линлей сейчас под заключением в Сияющей Церкви. Это действительно так, в знак согласия кивнул Хайденс. Монро фыркнул. Ваше святейшество, можете ли вы дать мне сохранить лицо и освободить Линлей? Молодые люди всегда такие импульсивные. Хотя я знаю, что он пытался убить Клайда, но в конце концов, он ведь не умер, не так ли? Я уверен, что ваше святейшество не будет слишком много беспокоиться о таком незначительном вопросе. Монро говорил небрежно и беззаботно, но Хайденс не мог ответить на его слова не подумав. Монро Даусон зашел так далеко, что даже явно намекнул Хайденсу, что если тот не освободит Линлей, то он не даст ему сохранить лицо. Если Хайденс откажется, это равносильно тому, что непосредственно оскорбить Монро. Хотя Монро сейчас и беззаботно улыбался, Хайденс очень хорошо понимал, насколько могущественным является стоящий за ним конгломерат Даусон. Монро Хайденс бессильно покачал головой. Это не из-за того, что я не хочу дать вам сохранить лицо. Просто это действительно неудобная для меня ситуация, просто так взять и освободить его. Все дело в том, что Линлей убил несколько членов церковного трибунала, в том числе и нескольких учеников Осенна Вусеннуа. Осенна сейчас он чрезвычайно зол. Осенна, нахмурился Монро Даусон. Осенна был одним из двух столпов сияющей церкви, претер церковного трибунала. На самом деле, у сияющей церкви было два лидера. Общественный лидер, известный как Святой Император, и тайный, закулисный лидер, отвечающий за убийства, погромы и устранение язычников и изменников, претер церковного трибунала. Это будет трудно. Монро сразу понял, что ситуация оказалась непростой. Если Хайденс как официальное лицо сияющей церкви и должен соблюдать этикет и всячески ублажать Монро, то Холодный по своей сути Осенна являлся не более чем сумасшедшим убийцей. По крайней мере, Монро Даусон так считал. Линлей убил учеников Осенна. Сказанные Хайденсом слова скорее всего ложь, но у меня нет способа проверить их на истинность. Монро почувствовал себя беспомощным, ведь было очевидно, что Хайденс не хочет отдавать Линлей так легко. Конгломерат Даусон действительно имел свои виды на Линлей. Особенно после того, как обнаружил, что он может трансформироваться в драконью форму. С точки зрения его таланта как мага и как воина, потенциал Линлей был невероятным. Если Конгломерат Даусон сможет заполучить Линлей, то после того, как он взойдет на святой уровень, их влияние мгновенно задавит оставшиеся два торговых союза. Если дела обстоят так, то я ухожу, говоря Монро Даусон сразу встал. Хайденс спокойно улыбнулся. Монро, мне действительно невероятно жаль. В данный момент Сияющая Церковь решает, как наказать Линлей. Сразу после того, как мы примем решение, я обязательно пошлю к вам своего человека, чтобы сообщить подробности. Благодарю. Думаю, в течение этого периода времени, я останусь погостить в городе Финлай. Я и правда хочу увидеть предстоящий праздник Юлан. Десятитысячный праздник Юлан обязан оказаться потрясающим зрелищем. За всю свою жизнь такое представление человек может увидеть разве что единожды. Говоря это, лицо Монро Даусона сияло. Договорив, Монро Даусон в сопровождении двух своих телохранителей удалился. Хайденс спокойно стоял и наблюдал за удаляющимся Монро Даусоном. Стоящий рядом с ним Гильермо тихо произнес. Ваше святейшество, этот тупой толстяк и правда думает, что он может претендовать на Линлей. Но после 28-го, ему придется распрощаться со своими надеждами. Хайденс взглянул на Гильермо и затем улыбаясь покинул зал. Все, что им сейчас нужно было, это ждать наступления 28 декабря. Том 7. Глава 2. Нисходит божественная благодать на девятом этаже Сияющей Церкви. Линлей, казалось, был здесь брошен и забыт. Единственные люди, которые навещали его, были холодны и мрачны. Исполнители церковного трибунала в фиолетовых мантиях приходили каждый день и приносили ему еду. Его руки и ноги были сломаны и чтобы поесть, Линлей приходилось странным образом извиваться, чтобы опустить голову к еде. В темной, мрачной камере проходили однообразные дни, один за другим. Жизнь или смерть. Линлей не знал, что будет дальше, но все же он немного надеялся, что его оставят в живых. Последние несколько дней Линлей провел думая о том, почему его попытка совершить месть провалилась. Почти все было заранее просчитано и он даже учитывал существование магического зверя компаньона Клайда в своих планах. Но Линлей не ожидал, что Клайд в своем арсенале будет иметь свиток с заклинанием святого уровня, который в итоге защитит его. Поместить в свиток защитные заклинания было гораздо труднее, чем обычные заклинания. Чтобы поместить в свиток защитные заклинания святого уровня, усилия, которые требовались как с точки духовной энергии, так и с точки зрения магической силы, были больше, чем усилия, необходимые для непосредственного применения магического заклинания святого уровня. Линлей не верил, что на Клайда могло быть наложено защитное заклинание святого уровня. Даже Деринг Коуарт сказал, не беспокойся об этом. Скорее всего, даже кардиналы сияющей церкви не имеют защиты святого уровня. Учитывая мощь Линлей как воина девятого ранга в драконьей форме и в совокупности с мощью Бебе, Клайд без сомнения должен был умереть. Хотя Линлей, пожалуй, все-таки немного поспешил, он все равно потенциально имел практически стопроцентный шанс на успех. Увы, защита воли небес разрушила планы Линлей. Кто бы мог подумать, что простой правитель королевства имеет барьер в виде заклинания святого уровня. Линлей до сих пор не готов был смириться с этим. Ему действительно не удавалось успокоиться. Температура в эти зимние ночи опустилась крайне низко. Улицы города Финлай практически опустили. Черный призрачный мышонок стоял на одном из перекрестков и смотрел на находящееся вдали высокое здание сияющей церкви. Он просто не двигаясь стоял и вглядывался вдаль. Всю эту ночь маленький призрачный мышонок провел там до самого восхода солнца. Он не смел войти в сияющую церковь, потому что очень хорошо знал, что это здание было местом, куда даже воители святого уровня боялись ступить. И он, магический зверь, наверняка не сможет убежать. Если в конце концов его схватит, то на Линлей это отразится еще большей болью в сердце. Наступил день. Босс, я безусловно отомщу за тебя. Биби взглянул на сияющую церковь в последний раз и мерцая исчез. Последние 20 дней Биби думал о том, как отомстить за Линлей. Но он обнаружил, что Клайд теперь слишком осторожен, будто птица, которая была напугана звоном лука. Он не только попросил магов, чтобы те наложили несколько магических заклинаний для его защиты, он также приказал Кайзеру постоянно оставаться рядом. Маленький призрачный мышонок попросту не имел никаких шансов, чтобы устроить засаду. Тем не менее, Биби был очень терпелив. Он будет ждать, по-прежнему терпеливо ждать. Он будет ждать того дня, когда Клайд снизит бдительность, а потом сделает свой ход и разорвет Клайда, свершив месть за Линлей. Полночь 28 декабря. Кланг. Дверь в камере Линлей распахнулась и внутрь вошли два наместника. Они, похоже, были не так суровы и зловещи, как те исполнители церковного трибунала, поэтому даже принесли носилки. Очень осторожно, они разместили Линлей на поверхности носилок, а затем подняли их вместе с Линлей. Что вы делаете? Линлей холодно посмотрел на двух наместников. Вспоминая, какую резню устроил Линлей незадолго до этого, два наместника чувствовали некоторый страх в сердце по отношению к нему. Лорд Линлей, святой император готов залечить ваши травмы, сказала женщина-наместник тихим голосом. Лечить мои травмы? Сердце Линлей дрогнуло. Может ли быть, что святой император действительно собирается сохранить мне жизнь? Линлей больше ничего не сказал, сохраняя молчание. Он позволил двум наместникам нести его дальше наверх, к верхней части сияющей церкви, один этаж за другим. Наконец, два наместника, что несли Линлей, прибыли на верхний этаж сияющей церкви. В настоящее время этот этаж пустовал. В середине комнаты находилось очень сложного вида октограмма магического образования. В каждом из восьми углов октограммы тихо сидел босой подвижник с растрепанными волосами и в мешковатых одеждах. В самом центре октограммы стоял святой император Хайденс, который был одет в богато украшенный белый халат. По краям верхнего этажа стояли три кардинала и два заместителя арбитров вместе с шестью исполнителями церковного трибунала. Все эти люди были воителями девятого ранга. Можно без труда сказать, насколько мощной была сияющая церковь, если была в состоянии собрать в одном месте так много воителей девятого ранга. Опустите его вниз, сказал Гильермо. Да, два наместника не смели даже дышать громко. Прямо сейчас, в этой самой комнате, находились удивительно могущественные подвижники, таинственные исполнители церковного трибунала, три кардинала и два заместителя арбитров. Эти люди действительно были крайне важными. Положив Линлей, два наместника поспешно ушли, закрыв за собой дверь. Лежа на носилках, Линлей окинул присутствующих взглядом. Линлей мог легко сказать, что все присутствующие здесь обладали невероятной, удивительной силой и все были по крайней мере девятого ранга или выше. Ваше святейшество, что вы намереваетесь сделать? Спросил Линлей хриплым голосом. Хайденс взглянул на Линлей. Смеясь, он спокойно сказал. Линлей, хотя ты совершил тяжкое преступление, мы провели совещание внутри церкви и решили дать тебе еще один шанс. Сейчас мы готовимся выполнить совместное заклинание и использовать его, чтобы помочь тебе наилучшим образом исцелить твои раны. Если бы Линлей имел хоть какой-нибудь опыт в магии стиля света, он бы быстро заметил пробелы в сказанном Хайденсом. Дедушка Деринг, кажется, сияющая церковь планирует что-то важное. Линлей мысленно обратился к Дерингу Кауарту. Что происходит снаружи? Деринг Кауарт осторожничал и скрывался в кольце, не смея дать даже шанса почувствовать его духовную силу. Хайденс находился на пике воителя святого уровня. Если бы Деринг Кауарт покинул кольцо извивающегося дракона, святой император, несомненно, обнаружил бы его. Снаружи примерно 20 людей и даже самый слабый из них, по крайней мере, воитель девятого ранга. Восемь подвижников и святой император стоят в октограмме магического образования, сообщил Линлей. Деринг Кауарт имел гораздо больше опыта, чем Линлей. Линлей, если бы они просто хотели полностью излечить тебя, одного воителя святого уровня с его заклинаниями магией стиля света было бы достаточно. Нет необходимости собирать столько людей, чтобы сделать все это. Я думаю, что они скорее всего планируют призвать божественную благодать сияющего владыки. В противном случае, не было бы никакой необходимости в этой суматохе. Существует множество божеств света, однако, сияющий владыка, является среди них самым могущественным. Призвать божественную благодать, Линлей был шокирован. Они хотят использовать божественную благодать на мне, зачем им это нужно? Я не могу точно сказать. В эпоху Деринга Кауарта, сияющая церковь и культ теней были довольно малы и слабы. Ничего более, чем просто две религии среди прочих в Пуэнской империи. Тогда сияющая церковь имела очень мало боевых экспертов и не могла созвать столько, сколько она собрала сегодня. Ваше святейшество, время настало, почтительно сказал Гильермо. Хайденс поднял голову вверх, глядя на небо, потом кивнул. Начнем, спокойно сказал Хайденс. От восьми подвижников, сидящих в углах октограммы, сразу же стал исходить свет, вызывая чрезвычайно плотную волну магической силы стиля света и вынуждая течь ее в центр магического образования. Все магическое образование сразу стало ярким. Хайденс взял золотое священное писание и в это время он сам начал медленно излучать золотой свет. Хайденс открыл первую страницу этого писания. Господь это вы даруете нам все, тихо сказал Хайденс, но его голос раздался в сердцах всех присутствующих как раскат грома. В то же время, свечение от священного писания резко усилилось, ровным счетом как и количество святого белого света в магическом образовании. Две линии света начали пересекаться. Треск, треск. Прямой луч света выстрелил вверх, пробиваясь наружу через самую вершину сияющей церкви и продолжая стремиться вверх, разрезая ночное небо. Любой житель города Финлай мог четко увидеть этот святой белый свет, окутанный золотым светом, пробивающий облака насквозь. На верхнем этаже сияющей церкви Хайденс вдруг повернулся, чтобы посмотреть на Линлай. Линлай чувствовал, как будто чрезвычайно мощная сила подняла его, в результате чего он стал медленно подниматься в воздух. Линлай парил в середине магического образования, непосредственно над головой Хайденса. Господь, ты жалеешь и любишь людей этого мира и, в свою очередь, мы должны даровать нашу веру вам. Хайденс поднял голову, а от его лица исходило святое сияние, грохот. Воздух над сияющей церковью начал вибрировать. Облака белого света начали собираться в воздухе над сияющей церковью, покрывая крайне большое пространство. Многие из жителей Финлай заметили это. Если один предаст тебя, Господи, то ты должен посмотреть на остальных. Те, кто дарует свою веру вам, достойны доброжелательности и любви, Хайденс перевернул священное писание на следующую страницу. Бум! Все затряслось. Темнота ночи над сияющей церковью была разрушена чрезвычайно ярким облаком света. В середине облака яркого света появилась трещина, из которой появился луч белого света, который устремился вниз. Свист. Луч света нес величие, которое заполняло сердца окружающих благоговением. Он пронзил вершину сияющей церкви, прежде чем, наконец, упасть на Ленлэй, который висел в воздухе над магическим образованием. На верхнем этаже сияющей церкви Хайденс, восемь подвижников, три кардинала, два заместителя арбитра и шесть специальных исполнителей подняли головы, глядя на Ленлэй. Луч белого света, воплощающий величественную силу, наполнил даже сердце Хайденса благоговением и смиренностью. Хотя это был всего лишь признак божественной силы, эта сила исходит непосредственно от самого сияющего владыки. Белый свет проник в тело Ленлэй и оно сразу же начало светиться. Одновременно с этим, тело Ленлэй начало исцеляться с поразительной скоростью. В мгновение ока, поврежденные кости и раны Ленлэй начали восстанавливаться и его физическое состояние стало лучше, чем когда-либо еще. Ах, душа Ленлэй застонала. Исцеление было всего лишь побочным эффектом от того, что луч белого света вошел в тело Ленлэй. Основной целью этого луча белого света была душа Ленлэй. Очевидно, луч проник внутрь, чтобы слиться с его душой. После того, как божественная сила завладеет душой Ленлэй, он никогда не сможет избавиться от контроля сияющего владыки и навсегда станет его верным вассалом. Но вдруг, несравненно мощная сила вырвалась из кольца извивающегося дракона, которое было на пальце Ленлэй. Проходя через тело Ленлэй, она сконцентрировалась в районе его мозга. Эта ужасающе мощная сила окружила божественную силу в теле Ленлэй и стала быстро пожирать и развеивать ее. А потом, импульс невообразимой силы еще раз пронзил тело Ленлэй и вновь вернулся в кольцо извивающегося дракона. Дедушка Деринг, что происходит? В отчаянии поинтересовался Ленлэй. Без понятия. Эта сила принадлежала самому кольцу извивающегося дракона. Она была ужасающе мощной. Это было ужасно-ужасно-ужасно мощно. Деринг Кауарт был настолько потрясен, что повторил слово ужасно три раза. Деринг Кауарт владел кольцом извивающегося дракона пять тысяч лет назад, но он даже не подозревал, какая неописуемая сила дремала внутри него. Деринг Кауарт был абсолютно уверен, что если бы эта мощь использовалась для нападения, то даже десять воителей, находящихся на пике святого уровня, превратились бы в прах в мгновение ока. Откуда взялся этот мощный всплеск и что это все-таки было? Даже я, владелец и хозяин этого кольца, не в состоянии понять это. Линлей очень хорошо понимал, что такую силу не так-то легко использовать. В прошлом, Деринг Кауарт на силу использовал это кольцо более тысячи лет, но даже он не замечал таких мощных всплесков при его использовании. В тот же момент, все собравшиеся на верхнем этаже сияющей церкви были поражены. Святой император Хайденс, восемь подвижников, три кардинала, два заместителя арбитра и шесть исполнителей в недоумении уставились на Линлей. Они могли точно сказать, что тело Линлей не проявляло ни единого намека на то, что он прошел божественное крещение. Не было видно даже сияющей печати на лбу. Как такое возможно? Нам не удалось? Хайденс изумленно посмотрел на Линлей. Том 7, глава 3. Верная смерть? Влиятельнейшие люди сияющей церкви сейчас находились в оцепенении. Духовная энергия Линлей еще далеко до кристаллизации. Он был не более, чем маг седьмого ранга, даже архимаг девятого ранга не будет способен противиться божественному крещению сияющего владыки. Как такое возможно? Подвижники, исполнители и заместители арбитра начали переговариваться между собой, не в силах поверить в увиденное. Нам действительно не удалось создать нового благословенного нет, божественной благодати не удалось. Тогда что нам делать с Линлей? Смотря на парящего в воздухе Линлей, думал про себя Хайденс. Абсолютный гений, в течение сотни лет, такой как он безусловно взойдет на пик силы святого уровня. Он, вполне вероятно, может стать даже сильнее, чем я. После чего, величие и слава сияющей церкви распространится еще дальше. Хайденс действительно не хотел просто так убивать Линлей. Ваше святейшество, его тихо окликнул Гильермо. Хайденс был шокирован, но его озадаченный взгляд вдруг стал твердым и уверенным. Он принял решение. Ваше святейшество, Линлей не стал благословленным. Тогда получается мы должны. Поинтересовался Гильермо. Хайденс продолжал смотреть на Линлей. Под его контролем его тело медленно приземлилось на пол. Как только Линлей коснулся пола, он сразу же встал на ноги. В данный момент, все его тело уже было полностью исцеленным. Стоит отметить, что получение божественной благодати принесло свои преимущества. Линлей окинул взглядом всех окружавших его людей и подумал. Каждый из них как минимум воитель девятого ранга. Даже если я решу просто сбежать, то у меня попросту не будет шансов. Линлей холодно посмотрел на Хайденса. Ваше святейшество, что именно вы намеревались сделать со мной? На лице Хайденса появилась внезапная улыбка. Не задавай пока слишком много вопросов. Исполнители, верните Линлей в его камеру. Да, ваше святейшество. Все шестеро исполнителей сразу кивнули. Не дав Линлей даже шанса среагировать, они уже успели подойти к нему и один из них крикнул. Шевелись. Или ты хочешь, чтобы мы тебя потащили силой? Толкая Линлей в спину, ему не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Хорошо. Линлей открыл дверь и начал спускаться по лестнице вниз. Все шестеро исполнителей шли за ним по пятам. Сразу как Линлей спустился на один этаж, он увидел, что находящиеся внизу воины-стражи относились к исполнителям чрезвычайно уважительно. Все шестеро исполнителей были одеты в сине-фиолетовые одежды, а их ледяные глаза словно выговорили, если будешь действовать неразумно, тут же умрешь. После того, как Линлей покинул помещение, женщина-кардинал Мелина поинтересовалась. Ваше святейшество. Линлей не стал благословенным. Хотя мы не знаем почему, но сейчас нам нужно принять решение, как мы поступим с Линлей. Гильермо и другие также вопросительно посмотрели на Хайденса. Линлей являлся гением и каждый из присутствующих знал это. Но он не стал благословенным, а его мать была убита сияющей церковью, поэтому сейчас церковь должна была прийти к решению. Возьмут ли они на себя риск сокрытия правды о матери Линлей и после чего все же попытаются завербовать его, или же предадут Линлей смерти? Хотя правду о смерти матери Линлей можно было долгое время скрывать, но когда Линлей займет высокопоставленную должность в сияющей церкви, то практически наверняка он тут же узнает все. Сейчас лицо Хайденса не выражало никаких эмоций и не подумав даже секунды, он сразу же ответил. Убить Гильермо и остальные почувствовали дрожь в своих сердцах. Через несколько дней наступит юбилейный 10-тысячелетний праздник Юлан. Думаю, стоит организовать казнь Линлей после праздника Юлан, объявил Хайденс. Гильермо, который больше всех контактировал с Линлей, почувствовал тяжесть в сердце. Гений, который мог бы доминировать на всем континенте, обречен на такой исход. Гильермо очень хорошо понимал, что будучи заключенным в сияющей церкви, Линлей потерял шанс на побег. Скорее всего, он даже не сможет покинуть свою камеру. Даже Сезар, который имеет какую-то связь с Линлей, если попытается спасти его, попросту не сможет пробиться в сияющую церковь. Вздохнул про себя Гильермо. Линлей несомненно умрет. Девятый этаж сияющей церкви. Одиночная камера. Залезай. Линлей вошел в камеру, после чего один из сопровождавших его исполнителей закрыл за ним дверь. Затем все шесть исполнителей повернулись и начали уходить, но вдруг один из них, мужчина в возрасте и с седыми волосами остановился и затем повернулся. Малыш, я дам тебе совет. Несмотря на то, что ты восстановил свою силу, можешь даже не мечтать выбраться из этой камеры. Остальные пять исполнителей тоже остановились, и затем один из остановившейся пятерки исполнителей рассмеялся. Ха-ха, вырваться из камеры? Если этот малыш сможет вырываться из этой камеры, то это будет означать, что он на одном уровне с его святейшеством. Что ты имеешь в виду? Переспросил Линлей. Ведь он не видел в этой камере ничего особенного. Учитывая его силу воина девятого ранга в драконьей форме, он должен разнести эту камеру так же легко, как разорвать обычную бумагу. Сияющая церковь является невероятным зданием. Под ней скрывается массивное магическое образование и имя ему слава сияющего владыки. С твоими силами невозможно нанести ему ущерб, как с внешней стороны, так и с внутренней. Говоря это, на лице мужчины читалась гордость. Малыш, позвольте добавить, лучшим твоим шансом вырваться из этой камеры, это сломать замок на ее двери. Но к твоему сожалению, он сделан из металла со сплавом адамантина. Ха-ха. Закончив говорить, все шестеро исполнителей уходя начали громко смеяться. Линлей молчал. Услышал слово адамантин. Линлей понял, что он наверняка не сможет вырываться. Согласно легендам, когда маг стиля земли достигает уровня божества, то при использовании заклинания защита земли его броня становится адамантиновой. Ее прочности и долговечности было бы достаточно, чтобы выдержать несколько ударов воителей уровня божества. Что же до воителей святого уровня, то те и вовсе были не способны хоть как-то навредить ей. Линлей был магом стиля земли и поэтому он знал о некоторых легендах, касающихся заклинания защита земли на пике мощности. Став великим магом святого уровня, после использования заклинания защита земли тело мага покрывается броней из алмазов, а прорвавшись на божественный уровень, тело мага покрывается броней из адамантина. Ну или по крайней мере, если верить легендам. Линлей, я думаю, что сияющая церковь использует эту камеру для заключения воителей девятого ранга или даже святого уровня, произнес Дерингкоуэрт. Хотя этот замок имеет в своем сплаве лишь небольшую часть адамантина, вероятно, даже воителю святого уровня будет очень сложно разрушить его. Линлей кивнул. Со слов исполнителей, Линлей уже понял, что он не сможет вырваться из этой камеры, по крайней мере, пока он не окажется на одном уровне по силе со святым императором. На следующее утро, Монро Даусон, Ель, Рейнольдс и Джордж сидели за одним столом и завтракали. В течение всего этого периода времени, Ель, Рейнольдс и Джордж не переставали беспокоиться о Линлей. Но даже после личной просьбы Монро Даусона, им не удалось добиться эффекта. Что они вообще могли сделать? Ради спасения Линлей ворваться в сияющую церковь, даже Монро Даусон не осмелится пойти на такой шаг. Ель, через два дня начнется праздник Юлан. Это будет юбилейный, десятитысячный праздник Юлан. Такое событие может случиться только единожды за всю жизнь. Втроем, вы можете побуянив хорошо провести время, издав смешок, произнес Монро Даусон. Монро Даусон обращался с лучшими друзьями его сына с предельным дружелюбием. Но основной причиной такого обращения к друзьям Ель было их непростое происхождение. Например, клан Рейнольдса обладал удивительным количеством военной силы в Империи Абрайен. А клан Джорджа являлся очень влиятельным кланом Империи Юлан и был не намного слабее, чем даже клан Лион. Что касается Линлей, хотя прямо сейчас его клан переживал не лучшие времена, но все же он является членом клана Воина в Драконе и Крови. Да и его собственный потенциал не знает границ. Вдруг послышались шаги. Милорд-председатель, прибыл эмиссар сияющей церкви, почтительно произнес слуга. Услышав слова «сияющая церковь», глаза Ель, Джорджа и Рейнольдса сразу оживились и они тут же повернули свои головы к слуге. Монро Даусон знал о чем думает его сын, поэтому смеясь произнес «впусти его, да». Через какое-то время в комнату вошел один из наместников и затем уважительно обратился. Председатель Даусон, его святейшество поручил мне доставить вам это письмо. Говоря, он вынули из своей одежды красивое и богато оформленное письмо. Стоявший рядом слуга сразу принял письмо, после чего отнес его Монро Даусону. Монро сразу открыл письмо, но после прочтения содержимого, его лицо изменилось. «Ты можешь уйти». Стоявший у входа наместник слегка поклонился и затем ушел. Отец, что в письме? Торопливо спросил Ель. «Это касается моего третьего брата». Рейнольдс и Джордж с надеждой посмотрели на Монро Даусона. Монро Даусон кивнул. «Святой император сообщил мне, что сияющая церковь после внутренних обсуждений вынесла решение. Они собираются тайно казнить Линлой». Слова Монро Даусона прозвучали как гром, вызвав звон в ушах трех братьев, после чего те сразу побледнели. Ель, Рейнольдс и Джордж не могли скрыть шока и паники в своих глазах. «Нет, этого не может быть». Ель был первым, кто придя в себя начал кричать. Он выхватил письмо из рук отца и трясущимися руками начал читать. По сторонам от него подступились Рейнольдс и Джордж, чтобы тоже прочитать. Но когда они прочитали содержимое, их обуял безумный страх и паника. «Нет». Ель вскочил со своего места, пытаясь сразу выбежать из зала. Ель, нахмурившись, холодно крикнул Монро Даусон. «Остановите его», — приказал Монро Даусон. Повернув голову, Ель посмотрел на своего отца и затем яростно произнес. «Отец, я прошу тебя, выдели несколько своих людей, чтобы спасти моего третьего брата. При необходимости, конгломерат может дать что-то ценное, я отказываюсь верить, что сияющая церковь не станет обращать внимание на наш конгломерат. «Отец, я умоляю тебя, ХМПФ, да что ты знаешь, если бы для них это было важно, то святой император уже бы давно начал со мной переговоры». Гнев сияющей церкви, что накликал на себя Ленлой, оказался намного серьезнее, чем я думал. В противном случае, сияющая церковь не решилась бы казнить такого гения, как он. «Достаточно. Вы сопроводите вашего молодого мастера в его комнату. Пусть подумает и охладит свой пыл». Сразу же, стража повела Ель в его комнату. И независимо от того, как отчаянно и яростно он протестовал, от этого не было никакой пользы. Рейнольдс и Джордж могли лишь молча сидеть. В конце концов, у них не было никаких особых отношений с Монро Даусоном. В камеру Ленлой пришел посетитель. Им был Гильермо. Гильермо Ленлой с легким удивлением посмотрел на Гильермо. Гильермо принес с собой чрезвычайно роскошный обед и отдал его Ленлой, просунув через небольшое отверстие в двери камеры. Гильермо взглянул на Ленлой и затем тяжело вздохнул. «Ленлой, я действительно тебя высоко ценил. Но, увы, возможно, это было предначертано судьбой, что ты не присоединишься к сияющей церкви. Наслаждайся едой, все же тебе осталось не так много возможностей вкусно покушать». Услышав эти слова, Ленлой был ошарашен. «Лорд Гильермо, говоря это, что вы имели в виду?» Ленлой вопросительно посмотрел на Гильермо. Гильермо в очередной раз тяжело вздохнул. «У тебя осталось только два дня, на 2 января назначили твою казнь». Гильермо действительно симпатизировал Ленлой, особенно выяснив причину, почему тот пытался убить Клайда. Но в то же время, Гильермо чувствовал сожаление, что его судьба сложилась таким образом. Ленлой мог бы иметь великолепное будущее, но из-за смерти его родителей, он был готов пойти на все, ради свершения отмщения. Хотя он, Гильермо, сам бы никогда не посмел действовать таким образом, но в глубине своего сердца он восхищался Ленлой. 2 января, в этот момент, выражение лица Ленлой несколько раз поменялось, но, в конце концов, он спокойно закрыл глаза. Ведь он уже полностью осознал, что в течение двух дней его казнят, и он с этим уже ничего не сможет поделать. Спасибо, лорд Гильермо. Если бы не вы, я бы все еще цеплялся за надежду, что могу выжить. Спокойно улыбаясь, произнес Ленлой. Гильермо посмотрел на Ленлой и затем еще раз тяжело вздохнув, он беспомощно качая головой развернулся, оставляя Ленлой в своей камере в полном одиночестве. 2 января. Они, наверное, решили подождать окончания праздника Юлан. Праздник Юлан, кажется, это день свадьбы Калана и Алисы. Зная, что он вот-вот умрет, Ленлой почему-то почувствовал себя спокойнее и умиротвореннее, чем когда-либо ранее. Том 7. Глава 4. Гигантская нога ночь между 9999 годом и 10 тысяч годом. Падал снег, а температура в городе Финлай упала до минимума с поразительной скоростью. В холодной камере сияющей церкви, Ленлой отдыхал в стороне одной из ледяных каменных стен. Ленлой не ощущал холода вообще. Я знаю, что скоро умру, но у меня банально нет способа, чтобы как-то сопротивляться. Ленлой опустил голову и тихо вздохнул. Он предпринимал попытки, он старался. Но эта камера была именно такой, как описал исполнитель. Она обладала невероятно прочностью и даже будучи в драконьей форме, Ленлой не смог сломать замок или повредить стены камеры хоть чуть-чуть. Все, что он мог сделать, это спокойно ждать приговора, который вскоре будет приведен в исполнение. Темная ночь пролетела быстро, и эта большая метель, наконец, тоже завершилась. В этот славный, безоблачный день дворяне и простолюдины праздновали наступление десятитысячного года существования континента Юлан. В частности, лисияющая церковь. В этот день в воздухе над сияющей церковью появлялись бесчисленные красивые миражи и иллюзии, созданные с помощью магических образований и прочих заклинаний. Святая столица, город Финлай, сегодня погрузилась в море празднования и веселья. Огромная площадь перед сияющей церковью была до краев заполнена людьми, которые все стекались сюда из всевозможных мест. Каждый пришедший испытывал волнение и восторг в этот десятитысячелетний праздник Юлан. И по этому поводу, сияющая церковь организовала множество оживленных мероприятий. Ель, Рейнольдс и Джордж находились на третьем этаже гостиницы. Они стояли у окна и смотрели на находящуюся вдалеке сияющую церковь, площадь которой была заполнена людьми, морем людей. Босс Ель, мы пойдем на свадебную церемонию в клан Депс сегодня? Спросил Джордж. Свадьба Калана из клана Депс совпала с днем континента Юлан. Сегодня был чрезвычайно благоприятный день и в городе Финлай множество людей решили организовать свадьбы именно сегодня. Эти торжества начнутся в полдень и продлятся до ночи. Да, конечно, ответил Ель со злобным взглядом на лице. В связи с положением Линлай, Ель, Джордж и Рейнольдс были в подавленном настроении. Хэм, третий брат был слишком мягок к этой ски этому ублюдку Калану. Но теперь, третий брат будет казнен, в то время как Ска и ублюдок Калан будут праздновать, веселиться и проведут свадебную церемонию, в Ель горела ярость. Он никогда не был дружелюбен к Алисе и Калану. Особенно сейчас, когда Линлай ожидает своей казни и сам он не в состоянии его спасти. Он не находил слов, чтобы выразить свое разочарование и беспокойство. Под гнетом всех этих эмоций и чувств Ель начал относиться к Алисе и Калану еще более враждебно. Правильно. Они хотят, чтобы их свадьба прошла гладко? Пусть помечтают. Рейнольдс скрежетал зубами. Даже Джордж почувствовал желание сорвать свадьбу. Ель, Джордж и Рейнольдс были поглощены мыслями о Линлай в течение нескольких дней. Зная, что Линлай скоро умрет, но не имея возможности спасти его, им не оставалось ничего, кроме как прокручивать в голове все те годы, что они провели вместе. Они ненавидели себя все больше из-за того, что не имели достаточно сил, чтобы спасти его. И прямо в этот момент Алиса, которая бросила Линлай, теперь собирается выйти замуж за Калана. Как могут они закрыть на это глаза? На улице Зеленый лист, усадьба Клана Депс. В полдень, один дворянин за другим пребывали в усадьбу Клана Депс. Хотя после случая с контрабандой, Клан Депс больше не являлся одним из самых могущественных кланов Королевства Финлай, но они все еще оставались кланом, имеющим некоторое влияние. По крайней мере, в Королевстве Финлай они по-прежнему занимали место среди первой двадцатки. Граф Джуна прибыл, барон Прайпулии прибыл. Дворяне, благородные дамы, богатые девушки, все входили в поместье Клана Депс. Лидер Клана Депс Бернард приветствовал их в очень дружественной манере. Былое могущество Клана Депс было утеряно, но в пределах Королевства Финлай они еще были в состоянии стоять на ногах довольно крепко. Лорд Герцог Баналт прибыл. Услышав слова Герцог Баналт, многие дворяне повернулись, чтобы посмотреть на дверь. Даже Бернард сразу поспешил поприветствовать его. Сейчас, человеком с самым высоким статусом и положением, посетившим эту свадебную церемонию, будет несомненно Герцог Баналт. Последний раз на церемонию помолвки явился даже король Клайд, правитель города Финлай и всего королевства. Но в этот раз его величество не явился. Все знали, почему. Лорд Герцог, ваше присутствие приносит большую честь и радость нашему клану Депс, смиренно сказал Бернард. Герцог Баналт слегка кивнул. После покушения в поместье Линлей, правый премьер Мерритт был убит. Хотя Клайд и назначил на должность правого премьера нового человека, но с точки зрения влияния и статуса он был еще далек от Мерритта, который оставался правым премьером в течение десятилетий. Более того, министр финансов, Паттерсон, также был убит. Сейчас во всем королевстве Финлай, пожалуй, самой могущественной и влиятельной фигурой после короля был именно левый премьер, Герцог Баналт. Калан, пройди и засвидетельствуй свое почтение Герцогу Баналту. Бернард тут же подозвал его. Сегодня Калан был одет очень красиво. Красиво сшитый черный костюм сделал сегодня его самым заметным молодым человеком. Калан очень скромно поклонился перед Герцогом. Герцог Баналт, добро пожаловать на мою свадьбу. Калан, поздравляю, небрежно смеясь, произнес Герцог Баналт. Но как раз в этот момент, молодой мастер ель конгломерата Даусон прибыл. Когда прозвучали эти слова, глаза Бернарда тут же панически забегали. Те и другие дворяне Финлай, естественно, не могли конкурировать с конгломератом Даусон. Клан Даусон был одним из самых могущественных кланов в пределах всего континента Юлан. Ель, одетый в черный гладкий костюм. Рейнольдс, одетый в красивый синий костюм. Джордж, одетый в клетчатый белый костюм. Они вошли плечом к плечу, в результате чего все дворяне уставились на них с горящими глазами. Стоит заметить, все маги обладали определенной уникальной аурой, словно рассказывающей о себе. Все потому, что маги часто входили в медитативное состояние, в результате чего они сближались с естеством сущности элемента. Это, в сочетании с их мощной духовной энергией, придавало им определенную уникальную ауру. Кроме того, Ель, Джордж и Рейнольдс принадлежали к древним кланам. Очевидно, их утонченности аура не могут быть сопоставимы с большинством подобных дворян в Финлай. Молодой мастер Ель, добро пожаловать. А эти два юных господина, Бернард понял с первого взгляда, что эти два парня абсолютно точно не были представителями обычных кланов. Ель беззаботно рассмеялся. Эти двое, два моих дорогих брата из Академии Эрнст. Рейнольдс учтиво сказал. Господин Бернард, я из клана Данстон Денкситон Империя Брайн. Вы можете обращаться ко мне просто Рейнольдс. Клан Данстон и Бернард и Герцог Баналт были поражены. Все присутствующие, кто имел хоть какой-то опыт, знали о славе клана Данстон. Этот клан был чрезвычайно мощный кланом в Империи Абрайн. Клан, который контролирует чрезвычайно мощную и большую армию. Молодой мастер Рейнольдс, наш клан Дебс горячо приветствует ваше прибытие. Взволнованно сказал Бернард. Прибытие молодого мастера из клана Данстон естественно было на руку Бернарду. Рядом стоящий колан также вежливо поклонился. Было ясно, что разница между ним и потомком одного из великих кланов была чрезвычайно большой. А это, Бернард посмотрел на Джорджа. Джордж улыбнулся. Мистер Бернард, я представитель клана Уолш-Хуаши Империи Юлан. Клан Уолш, сердца находившихся рядом дворян замерли. Клан Уолш был древним кланом с тысячелетней историей. В Империи Юлана они обладали огромным влиянием, примерно таким же, как клан Леон, в который входили Дикси и Дилия. Молодой мастер Джордж, ваш приезд сегодня – это исключительная честь для нашего клана Депс. Бернард был очень скромным. Клан Уолш и клан Данстон были чрезвычайно могущественными кланами в рамках четырех великих империй. Эти кланы могли бы повлиять на внутреннюю политику своих империй. Даже до падения, клан Депс не мог сравниться даже с каким-то одним из этих кланов. Церемония бракосочетания клана Депс была очень оживленной. Многие дворяне, а также многие молодые благородные леди хотели завязать разговор с Ель, Джорджем и Рейнольдсом. В глазах молодых знатных дам, даже если они откажутся от мысли стать главными женами, их бы устроила даже роль средней жены одного из тех трех парней. Ведь тогда их кланы получат бесчисленные преимущества. Что касается первоначального центра внимания, Калана, то он немного вышел из поля зрения собравшихся. Но оставались люди, чье внимание все-таки было сосредоточено на нем. Например, Ель, Рейнольдса и Джорджа. Смотрите, мисс Алиса и мисс Роулинг прибыли, вдруг раздался голос в зале. Тут же появились две девушки, одетые в красивые свадебные платья. После того, как они вошли, Калан сразу же отправился встречать их. Само собой, Алиса и Роулинг встали по бокам от Калана. В тот же момент, Ель, Рейнольдс и Джордж наконец начали действовать. Ха-ха, Калан, эти две девушки должно быть вашей жены, верно? Они действительно красивы. Рейнольдс был первым, кто засмеялся и подошел. Видя это, Калан сразу направился к ним со своими двумя женами. Роулинг, Алиса, продемонстрируйте свое почтение этим трем юным мастерам. Это молодой мастер Рейнольдс из клана Данстон, а это... Не дав Калану закончить, Джордж вскрикнул от удивления. Алиса, ты что, решила выйти замуж за Калана? Крик Джорджа был очень громким. Эти слова заставили весь зал замолчать. Сказать что-то вроде этого на свадебной церемонии было слишком грубо. И правда, но Алиса, разве ты не встречаешься с нашим третьим братом? Добавил Рейнольдс. Наступила очередь Ель. Второй брат, четвертый брат, вы что забыли? Алиса уже рассталась с третьим братом. Она собирается выйти замуж за Калана. Она порвала с третьим братом. Джордж и Рейнольдс окачали головами, вздыхая. Рейнольдс сразу же добавил. Алиса, раз уж ты отказалась от нашего третьего брата, чтобы быть вместе с этим парнем, Каланом, то ты, безусловно, будешь его главной женой, верно? Да нет же, главная жена, мисс Роулинг. Об этом же было объявлено на церемонии помолвки. Вы что забыли? Подметил Ель. Эти слова заставили лицо Алисы покраснеть, в то время как лицо Калана выражало чрезвычайную неловкость. При всем при этом никто из собравшихся в зале не осмелился сделать замечание Ель, Рейнольдсу или Джорджу по поводу их невоспитанности. Учитывая их статусы, кто бы на это решился? Три молодых мастера, мы должны произнести тост нашим гостям. Пожалуйста, простите нас, насильно подавляя свою ярость, скромно произнес Калан. Хорошо, кивнул Рейнольдс. Калан сразу же повел Роулинг и Алису к другим столам. Ель, Джордж и Рейнольдс провожали его холодным взглядом. Вспоминая о том, что Линлей, вероятно, будет казнен в ближайшее время, их сердца переполнялись еще большей яростью из-за несправедливости. Как вдруг, бам, 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 снаружи послышалась страшная серия звуков. Это был низкий, мрачный звук, который заставил землю дрожать и вибрировать. Все столовые принадлежности в зале посыпались на пол. Что происходит снаружи? Не скрывая удивления, дворянин начал вскакивать со своих мест. Роулинг, Алиса, оставайтесь на месте. Калан с отцом сразу же выбежали из главного зала, а за ними последовали многие другие дворяне. Они хотели увидеть, что именно происходит снаружи и чем вызван этот пугающий грохот. Рейнольдс, Ел и Джордж также направились наружу из любопытства. И прямо в этот момент, бам, гигантская нога вдруг сошла с небес, приземлившись непосредственно на переднем дворе усадьбы клана Депс. Невероятных размеров нога опустилась прямо на Калана и Бернарда, которые первыми выбежали во двор. Сразу послышался звук ломающихся костей и в тот же момент отец и сын немедленно превратились в мясной фарш. Земля вокруг них моментально приняла алый цвет. Ширина ступней была более 4 метров и она была покрыта густым, золотистым мехом. Ах, все сразу уже подняли головы, чтобы посмотреть на монстра. Это была огромная обезьяна, покрытая золотистого цвета мехом. Ее рост составлял около 20 или 30 метров, то есть она была размером с 8-этажное здание. Глаза этой гигантской золотистой обезьяны были размером с пару гигантских фиолетовых колес. А ее тело, казалось, испускало безграничную силу, в результате чего даже воздух вокруг нее начал вибрировать. Фиолетоглазая златошерстная обезьяна. Магическое животное святого уровня. Фиолетоглазая златошерстная обезьяна. Увидев этого магического зверя, у ели отвисла челюсть. Фиолетоглазая златошерстная обезьяна подняла голову, испуская протяжный вой и заговорила на человеческом языке. Ха-ха, убивайте, ха-ха, убивайте их для меня. Убить их всех. Чем больше вы убьете, тем большую награду даст вам ваш король. Ха-ха, убивайте, бам. Виск. Ель, Джордж и Рейнольдс услышали доносящиеся со всех сторон вопли и крики магических зверей, как будто все пространство вдруг было пронизано ими. Вдруг, три брата смогли заметить, что по небу к городу двигалось бесчетное количество летающих магических зверей. Драконьи ястребы. Это драконьи ястребы. Это. Рейнольдс не меньше остальных был ошеломлен и шокирован увиденным. Вдали появилась огромная стая драконьих ястребов, охватывая, которая постепенно начала застилать собой все небо. Плотность драконьих ястребов была настолько высока, что сосчитать их число было просто невозможно. Вдруг, все почувствовали себя так, будто наступил день апокалипсиса. В данный момент никто не беспокоился по поводу случившегося с Каланом и Бернардом, которые только что превратились в мясную кашу из-за удара гигантской ноги фиолетоглазой златошерстной обезьяны. Том 7, глава 5. День апокалипсиса. Что там происходит? Ель, Рейнольдс и Джордж были шокированы. Всего несколько минут назад они принимали участие в свадебном банкете. Как вдруг, с неба упала гигантская фиолетоглазая златошерстная обезьяна и, по-видимому, привела с собой орды других магических зверей. Достаточно было всего лишь взглянуть на затмившую все небо, невероятно огромную стаю драконьих ястребов. Не только три брата были ошеломлены, все люди города Финлай был застегнуты врасплох. Уходим, сейчас же. Сразу закричал Ель. Ель, Джордж и Рейнольдс поспешно выбежали из усадьбы клана Депс. К счастью, гигантская фиолетоглазая златошерстная обезьяна не обратила на них внимания, ведь вокруг было так много разбегающихся во все стороны людей. Да и ее внимание будет достоин разве что воин девятого ранга или святого уровня. Молодой мастер, подавляющий большинство воинов конгломерата Даусен прошли боевое крещение на хребте магических зверей. Поэтому они смогли сохранить свое спокойствие даже несмотря на то, какое количество магических зверей сейчас спускалось на них с неба. Быстрее, возвращаемся к моему отцу, закричал Ель. В сопровождении телохранителей Ель, Рейнольдс и Джордж быстро бросились обратно в штаб-квартиру конгломерата Даусен. На обратном пути Ель мог заметить, что в небе находилось бесчисленное количество летающих магических зверей, которые уже успели добраться до границ города Финлай. Среди них были не только драконьи ястребы, но и крылатые пегасы. Можно было также заметить таких магических зверей седьмого ранга, как громокрылый пегас и голубоглазый ястреб-громовержец. Что касается зверей восьмого ранга, то среди них были золотые солнечные ястребы и разные подвиды драконов. И небеса и земли города Финлай были заполонены разновидными магическими зверьми. Со стороны город Финлай выглядел, словно в нем наступил конец света. Даже самый слабый из гигантских летающих драконов был на уровне магического зверя восьмого ранга, а ведь их было больше ста. Кто вообще сможет остановить их скоординированную атаку? Даже восемь боевых подразделений полков Сияющей Церкви, так называемых Козырей, после совместной атаки сотни драконов будут наполовину уничтожены. Апокалипсис. Апокалипсис. Весь город Финлай погрузился в хаос, пожары, потопы, разрушения. Но ни один житель города Финлай до сих пор не догадывался, что это лишь вершина айсберга, ведь количество сухопутных магических зверей в разы превышает количество летающих зверей. Но с точки зрения скорости, летающие магические звери могли перемещаться быстрее своих наземных собратьев и поэтому прибыли первыми. Таким образом, летающие звери выступали в роли авангарда нашествия. Лишь особо сильные сухопутные магические звери могли добраться к городу так же быстро, как они. Солдаты, что стояли на стенах города Финлай, были ошеломлены. Это был десятитысячный юбилейный праздник Юлан. Еще мгновение назад, во время обеда, они выпивали и веселились, но прямо сейчас перед их взорами виднелось бесчисленное количество магических зверей. Магические звери, очень много, так много, все солдаты словно впали в оцепенение. Дрожь земли. За стенами города Финлай можно было увидеть приближающуюся на огромной скорости армию сотни тысяч штормовых волков. Только один вид этой орды заставлял стыть кровь в жилах наблюдавших. Где маги? Маги. Магические пушки. Зарядите магические пушки. Находившиеся на стенах офицеры начали громко выкрикивать, стараясь привести в чувство своих солдат и занять их делом. Но в действительности, они понимали, что положение было безнадежно, ведь тысячи невероятно сильных магических зверей уже атаковали город Финлай с неба. Капитан, что это такое? Глядя в небо, вдруг спросил один солдат. Капитан поднял голову и посмотрел в сторону, куда показывал солдат. Он увидел, что в их сторону по воздуху мчался огромный магический зверь, и этот зверь не имел крыльев, но он все же летел к ним на большой скорости. Полет это-это магический зверь святого уровня. Магический зверь святого уровня. После чего, даже тот капитан потерял всякую надежду. В тот же момент, вдали от города раздался ужасающий рев. Через орды бегущих штормовых волков на высокой скорости, по крайней мере в 10 раз быстрее штормовых волков, передвигалась размытая фигура зверя. Она двигалась немедленнее того летящего по воздуху зверя святого уровня. Этот зверь был по крайней мере 30 метров в высоту, а по телосложению он напоминал огромного льва, за исключением глаз, которые были кроваво-красного цвета. Находившийся на стене маг вдруг закричал. Магический зверь святого уровня, кровавоглазый гривистый лев. Господи еще один зверь святого уровня. Среди зверей типа бегемотов, только золотой бегемот сможет посоперничать с ним в силе. Услышав это, все находящиеся поблизости воины оцепенили. Ведь что они могли противопоставить его силе? Ха-ха. Кровавый, почему ты, будучи зверем святого уровня, бежишь по земле? Летевший по воздуху зверь вдруг заговорил человеческим голосом, который прозвучал словно гром среди ясного неба, разлетевшись во все стороны. Услышав это, многие солдаты повернули в его сторону головы. Он говорит на человеческом языке. Получается, он и правда магический зверь святого уровня, ведь только они могут общаться на человеческих языках. Каждый из присутствующих раньше никогда не встречал магического зверя святого уровня, а что уж говорить про одновременно двух. Так как тот подлетел поближе, уже можно было сказать, как он выглядит. Тело магического зверя святого уровня было черным словно обсидиан. Внешне же, он выглядел как дракон, но без крыльев. Магический зверь святого уровня, дракон-тиран. Гегемон среди драконов. В ужасе воскликнул другой маг. Драконы делились на два типа. Первыми были летающие, крылатые драконы. Например, огненные и изумрудные драконы восьмого ранга, серебряные, черные и морозные драконы девятого ранга или золотые, призматические и кроваво-самоцветные драконы святого уровня. К другому типу относились бескрылые драконы, такие как, молниеносные драконы седьмого ранга, бронированные шипастые, стиводраконы девятого ранга или громоящеры, драконы-тираны и трицератопс-драконы святого уровня. Основным отличием между типом крылатых и типом бескрылых драконов было то, что тела бескрылых драконов были невероятно сильно закалены. Бронированный шипастый дракон, стиводракон, громоящий дракон-тиран, каждый из них обладал более закаленными внутренними органами и прочими частями тела, чем любой из типа крылатых драконов того же ранга. ХМПФ, хватит болтать, давай лучше посмотрим, кто сможет убить больше. Из пасти кровавого-глазово-гривистого льва раздался гортанный голос, эхо которого, казалось, могло сотрясти землю и небо. Отлично. В ответ взревел дракон-тиран. Мгновенно огромное, стометровое тело дракона-тирана начало спускаться с небес в сторону городской стены. Стены города Финлай были чрезвычайно прочными, ведь они были покрыты бесчисленным множеством защитных магических образований. Но из-за того, что вокруг было слишком много летающих магических зверей, было довольно сложно их вовремя активировать. Хах, неужели ты думаешь, что сможешь опередить меня? Гневно взревел кровавого-глазый гривистый лев, после чего он еще сильнее ускорился. Эти два ужасающих огромных зверя ринулись в сторону города, один с земли, а другой с воздуха. Городские стены были довольно толстыми, более 10 метров в ширину. И столкнувшись с вражеской армией в бою, они безусловно сыграют важную роль. Но столкнувшись с такими ужасающими магическими зверьми, дракон-тираны кровавого-глазый гривистый лев могли легко сражаться на равных с человеком на пике святого уровня. Бух. Дракон-тираны кровавого-глазый гривистый лев практически одновременно врезались в стену города. Под давлением двух огромных и массивных тел магических зверей святого уровня, 10-метровая стена могла послужить только небольшим сиюминутным препятствием. За время равное двум ударам сердца, огромная стенка обрушилась. Бум. С внутренней стороны стены, как будто произошел взрыв, в результатах чего, глыбы камней и прочие более мелкие каменные породы, из которых состояла стена, разлетелись во все стороны. Только в результате разлетевшихся вокруг осколков погибло множество людей. Гра-э-э-эр. Кровавого-глазый гривистый лев и дракон-тиран с взволнованными выражениями Морту стремились к центру города Финлай. Учитывая их поразительную скорость, подавляющее большинство людей даже не успевало сойти с их пути. Даже попади под их лапы воин девятого ранга, он наверняка будет сильно травмирован, а воин восьмого ранга будет несомненно раздавлен насмерть. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у. Сотни тысяч штормовых волков бросились в сторону проделанной дыры. А те, что не могли протиснуться, пытались перепрыгнуть прямо через стену. Из-за своих врожденных способностей и предрасположенности к элементу ветра, они могли подпрыгнуть на 20-30 метров в высоту. Эти стены были попросту не способны остановить такую орду. Сотни тысяч штормовых волков ворвались в город Финлай. Грохот, гул, грохот. Под звуки галопа земля не переставала вибрировать. Следом за штормовыми волками в город врывались бесчисленное количество различных видов магических зверей. Были мастодонты и другие звери, которые гораздо более опасны, чем штормовые волки. Солдаты, которые были достаточно удачливы, чтобы выжить. Глядя на эти огромные потоки прорывающихся магических зверей, испытали неописуемые отчаяния и ужас. Святой столице конец. Безжизненными глазами глядя куда-то вдаль произнес забившийся в угол стены солдат. Хруст. Вдруг, словно из ниоткуда, рядом с ним появился штормовой волк и одним укусом пробил ему череп. Девятый этаж сияющей церкви. Камера. Что происходит? Линлей встал на ноги. Он чувствовал, как каменный пол его камеры слегка вибрирует, а откуда-то снаружи до него постоянно доносились оглушительные рыки и крики, полные отчаяния и страданий. Проведя в свое время так много времени на хребте магических зверей, Линлей лишь по услышанным звукам мог понять, что снаружи сейчас находится огромное количество разных видов магических зверей. Почему снаружи так много магических зверей? Такое чувство, что они повсюду. Линлей был сбит с толку. Бум. Ужасающе могущественная сила обрушилась на сияющую церковь. В тот же момент, все стены церкви начали мерцать тусклым светом. Несмотря на то, что сияющая церковь получила такой ужасающий силой удар, она смогла выдержать его. Защита сияющей церкви действительно что-то с чем-то, снаружи прорычал глубокий, грубый, гортанный голос. Заложенная в этом голосе мощь и сила была такой, что даже находясь в своей камере, Линлей смог четко расслышать каждое слово. Кто-то нападает на сияющую церковь. Линлей не мог в это поверить. Святой Союз в течение не одного тысячелетия являлся одной из шести могущественнейших сил всего континента. И за все это время, никто не мог осмелиться напасть на сияющую церковь. Но если брать в расчет ту атаку, а также тот раздавшийся громкий голос, прямо сейчас, кто-то определенно атакует сияющую церковь. Король. Вдруг в унисон начали раздаваться грубые голоса. Остановись. Прозвучал сердитый вопль. Это святой император. Линлей мог абсолютно точно сказать, что это был его голос, но сразу после того, как прозвучал голос святого императора. Бам. Еще более ужасающе мощная сила обрушилась на сияющую церковь, после чего, церковь начала сильно трясти. Свет, исходящий от множества сложных начертанных магических узоров, который покрывал сияющую церковь, начал мерцать и дребезжать. В результате, даже стены церкви начали покрываться трещинами. Как ужасающе, изумленно и столикой трепетов вздохнул Деринд Кауарт. Лишь одной атаки хватило, чтобы практически обрушить сияющую церковь. Бам. Обрушился еще один удар такой же силы. На этот раз, даже гигантское магическое образование сияющей церкви, слава сияющего владыки, не смогло выдержать напор атаки. С взрывающимся звуком, сияющая церковь начала раскалываться прямо посередине, после чего ее восемь верхних этажей начали рушиться. Кажется, защитное магическое образование было уничтожено. Ленлей почувствовал, как его камера начала ходить ходуном. И сразу после этого, на него словно перестали действовать силы гравитации, поднимая его тело в воздух, но сразу же, его приплюснуло к потолку. Ведь сейчас он падал в своей камере вместе со всем зданием. Ленлей был одновременно и удивлен и обрадован. До этого, стены его камеры были чрезвычайно прочными, потому что любая его атака поглощалась магическим образованием, но оно было разрушено. Руки Ленлей сразу превратились в пару драконьих когтей. Ленлей, оттолкнувшись от потолка к стене, он несколькими ударами пробил себе дыру наружу. Ленлей, недолго думая, сразу протиснулся в него. Божественный меч фиолетовой крови Ленлей начал мысленно призывать его. Когда он был пленен, божественный меч фиолетовой крови был конфискован сияющей церковью. Но поскольку меч фиолетовой крови был уже связан с Ленлей, делая его своим хозяином, то по ментальной команде Ленлей он уже вскоре оказался в его руках. В текущий момент сияющая церковь пребывала в состоянии хаоса. Кто вообще в такой ситуации будет беспокоиться о Ленлей? Одним нажимом ноги, Ленлей отправил себя в полет вниз. Прямо сейчас, все пространство вокруг сияющей церкви было усеяно трупами, слишком много умерших. Но, тем не менее, множество выживших все еще сражалось с магическими зверьми. Так много людей. Ленлей был удивлен. Небо затмевало бесчетное количество разнообразных магических зверей, драконьи ястребы, соколы синего ветра, крылатые пегасы, грмокрылые пегасы, изумрудные драконы, огненные драконы, черные драконы, все возможные виды драконов. Один вид всех этих затмевающих небеса зверей мог заставить замереть в ужасе сердце любого человека. А количество магических зверей на поверхности земли было еще более удивительным. Это же Ленлей посмотрел в небо. Над ним, прямо в воздухе, парили более десяти огромных магических зверей. Дикий мировой медведь, крововоглазый гривистый лев, громовая электрическая пантера, громокрылый белый тигр, громоящер, дракон-тиран. Ленлей рассматривал одного легендарного магического зверя святого уровня за другим, и каждый из них парил в воздухе над сияющей церковью. Ленлей был словно одурманен, глядя на зверей святого уровня высоко над ним. Более того, тот, кто вел всех этих магических зверей святого уровня, казалось, был человеком. Со стороны он выглядел обычным красивым молодым парнем, одетым в одежду темно-золотистого цвета. Единственной странностью был щелевидный шрам на его лбу. Этот молодой парень со спокойным выражением лица смотрел на Хайденса. Рядом с Хайденсом парил Лорд Ла и еще пять других воителей святого уровня. Каждый из семи парящих воителей святого уровня смотрели на молодого парня. Было очевидно, что сияющая церковь находилась в ужасном положении. Ты, услышав сказанное, Хайденс и остальные были в ярости. Мне действительно очень жаль, что я побеспокоил вас на праздник Юлан. Но я должен сообщить вам, что вашей сияющей церкви придется искать другое место для своей святой столицы, спокойно говорил молодо выглядящий парень. Ленлей мог ясно услышать каждое сказанное им слово. Глядя на этого парня, он невольно начинал чувствовать страх. Босс, Босс, Ленлей вдруг услышал в своей голове хорошо знакомый голос Биби. Ленлей почувствовал, где сейчас находится Биби и тотчас же повернул к нему голову. Он сразу смог разглядеть, как маленькое черное пятно пролетало мимо толп сражающихся людей и магических зверей. И всего за время равное одному вдоху, Биби оказался рядом с Ленлей и сразу бросился в его объятия. Биби, Ленлей почувствовал тепло в своем сердце. Босс, оказавшись в руках Ленлей, Биби был так взволнован, что даже его маленькие глаза-бусинки стали немного влажными от скапливающихся слез. Том 7, глава 6. Воитель божественного уровня. Магические звери были и внутри, и за пределами города Финлай. Бесчисленное количество магических зверей. Город, который только что праздновал 10-тысячелетний праздник Юлан, теперь находился в полном хаосе и смерть была повсюду, словно настал судный день. Население святой столицы сокращалось с ужасающей скоростью. Из города пытались убежать и простолюдины, и высокопоставленные члены сияющей церкви, словно классового неравенства и не было никогда вовсе. «Быстрее, быстрее, не задерживаемся», — яростно ревел герцог Баналт. Прямо сейчас он плевать хотел на короля, он лишь хотел спасти свою семью и как можно скорее вывести их за пределы города. В данный момент единственное, что у него было из вещей, это несколько карт «Магический кристалл». Вместе с восьмью могучими воинами-гвардейцем они бежали. Они бежали, спасая свою жизнь. «Отец, мы должны спасти Нессу Ниша», — умолял сын герцога Баналта Альберта Айботи. «Ублюдок, если ты хочешь выжить, то следуйте за мной», — яростно взревел герцог Баналт вперед. После чего герцог Баналт, не обращая внимания на своего сына, потащил жену и остальных своих маленьких детей вперед. Что касается Альберта, остановившись, он на мгновение заколебался, но уже в следующих миг вытащив свой меч он побежал в обратную сторону. «Ты неблагодарный щенок», — выругался герцог Баналт, но в глубине своего сердца он был чрезвычайно огорчен. Ведь герцог Баналт хорошо понимал, что сейчас весь город Финлай заполонили магические звери. В любой момент мог появиться зверь седьмого ранга и сейчас даже звери восьмого и девятого рангов были нередкостью. Если прямо сейчас его семья не сбежит из города, то у них больше не будет шансов на выживание. «Сын, прости своего отца», — подумал про себя герцог Баналт и в тот же момент он крикнул своим гвардейцам. «Быстрее, надо как можно быстрее покинуть город Финлай. После того, как мы окажемся в безопасности, каждый получит по 30 000 золотых монет». В такой момент герцог Баналт не смел быть скуп. «Да, лорд герцог». Энергичными и радостными голосами ответили гвардейцы. 30 000 золотых монет для них было более чем достаточно, чтобы безбедно прожить всю оставшуюся жизнь.